Здравствуйте, с вами канал I Like Pet и в этом ролике мы расскажем вам про южно-африканского бурбуля. Грозный внешний вид южно-африканского бурбуля говорит сам за себя. Эта собака прирожденный охранник, она невероятно сильна и вынослива. Сегодня представителей породы можно встретить не только в качестве служебных собак, но и в качестве преданных домашних питомцев. Водельцами южно-африканских бурбулей, как правило, становятся уже опытные люди, которым под силу воспитать и выдрессировать этих крепких животных. Выбрали собаку такую, потому что у нас уже есть собака вторая, Каникорса, это тоже Молос, нам знакома эта группа собак, поэтому, соответственно, и выбор сделали на бурбуле. Что касается плюсов? Плюсы, безусловно, в том, что эта собака очень предана своим хозяевам, предана семье, в которой живет и действительно готова защищать до последней капли крови, не задумываясь о том, насколько какая опасность представляется для нее собой. Южно-африканский бурбуль – крупная собака. Рост в холке у представителей породы обычно составляет от 59 до 70 сантиметров, а вес колеблется от 60 до 90 килограммов. Шерсть у этих собак короткая и плотная. Южно-африканским бурбулям необходима социализация и дрессировка с самого детства. Только в таком случае щенок вырастет неагрессивную, послушную собаку, которая будет в состоянии хорошо уживаться с другими домашними животными. Что касается общения с другими животными, здесь очень во многом, конечно, зависит от дрессировки. Дрессировка для этой породы крайне необходима. Обязательный курс послушки – это курс ОКД. В любом случае начинать его нужно не раньше, чем в пяти месяцев. И пройти обязательно и закончить, так как это основная задача, чтобы собака дальше существовала в социуме, чтобы она адекватно реагировала на посторонних людей и точно так же адекватно реагировала на других собак. Что касается существования вместе с другими животными, если собака живет исключительно с самого рождения, ну, когда уже щенка приобретаем, и собака уже какая-то другая находится в помещении, либо кошка, в принципе, никаких проблем не должно возникнуть. Самое главное – всегда занимать позицию лидера в семье или в стае, кому как больше нравится, потому что собака – это стайное животное, и они воспринимают нас, людей, точно так же. Если такая субординация будет соблюдена, соответственно, тогда никаких проблем не возникнет. Уход за южноафриканским бурбулем не представляет особых сложностей. Достаточно несколько раз в неделю расчесывать шерсть питомца с помощью специальной щетки, периодически чистить глаза и уши животного, слетить за состоянием когтей и зубов собаки. Что касается ухода за шерстью и глазами, это обычные гигиенические процедуры. Глаза, уши мы, естественно, проверяем на предметы слезоточивости. Уши чистим не реже раза в месяц. Шерсть линяет достаточно часто. Это практически каждая смена сезона линька. Шерсти не так много. Ее достаточно регулярно вычесывать, и, в общем-то, в этом проблема будет решена. Южноафриканские бурбули склонны к перееданию. Этих собак ни в коем случае нельзя перекармливать. Также важно, чтобы питание представителей породы было сбалансированным. Что касается питания, бурбули едят очень много, но это не значит, что нужно давать, давать, давать бесконечно. На каждом, как правило, упаковке корма всегда существует норма по кормлению. Ее следует придерживаться, либо общаться непосредственно с заводчиком и приобретать рекомендованные заводчиком корма. Что касается питания смешанного, либо это натуральный корма, либо это корма исключительно сухие, это, конечно, все зависит от предпочтения вашей собаки и на то, как она реагирует на эти корма. Потому что бывают собаки-аллергики, и, соответственно, тут нужно подбирать, учитывая все эти нюансы, вместе с заводчиком, либо ветеринаром. Средняя продолжительность жизни собак породы южноафриканский бурбуль составляет от 10 до 12 лет. О других интересных породах вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!